Мы продолжаем обсуждать итоги исторического визита американского президента Джо Байдена в Киев. И сейчас с Александром решили разобраться в военно-политических последствиях этого визита. К нам присоединяется Дмитрий Снегирёв, военно-политический эксперт. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий. Что привёз Байден с военной точки зрения? Какую помощь? Давайте анализировать. Что вы услышали? Давайте начнём с того, что Байден дал чёткие сигналы и Российской Федерации, и западным партнёрам. Украина более не рассматривается как территория военно-политического влияния Российской Федерации. Более того, сценарии февраля 2022 года, которые продуктируются в СМИ, а речь идёт о возможном вторжении Российской Федерации на 24 февраля с территории Республики Беларусь, не рассматриваются Соединёнными Штатами как таковые. Что касается непосредственно военно-технической помощи, 500 миллионов. Причём речь идёт исключительно о наступательных видах вооружения. Это, соответственно, ракеты к «Хаймерсам», снаряды 155-мм калибра и к миномётам 122-мм. То есть, то необходимое военно-техническое сотрудничество, которое даст возможность вооружённым силам Украины изменить кардинально ситуацию на фронте. И вторая целевая аудитория визита Байдена – это наши европейские партнёры. Не случайно заявление Байдена об ускоренном характере военно-политической и, главное, технической и финансовой помощи Украине. — Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот у нас было сегодня включение Сергея Млещенко, это советник главы Офиса Президента, и он сказал, что за полчаса до вылета Джо Байдена на территорию, приграничную с Украиной, уведомили Российскую Федерацию о том, что шутить не стоит. После чего, ну, как бы, мы видим, что кроме вот этих вот воздушных тревог из-за того, что МИГи поднимались российские в Беларуси, ничего не произошло. С военной точки зрения, скажите, означает ли это, что Российская Федерация млеет перед, так сказать, указкой Запада, когда и что им вообще можно делать? — Тогда им говорят «ЦИЦ» просто, она молчит. — Давайте говорить о том, что это не единичный случай. Российской Федерации чётко дали понять, что так называемый ядерный сценарий, даже риторика использования ядерного оружия недопустима. Причём сигналы Соединённых Штатов последовали ключевым партнёрам Российской Федерации, Китаю и КНР, которые в свою очередь заявили о том, что рассматривать возможность применения тактического ядерного вооружения в данном случае, а речь идёт именно по территории Украины, Российской Федерации не стоит. В последнем случае он чётко продемонстрировал позицию Соединённых Штатов. Российской Федерации дали понять, если вы готовы к непосредственному вооруженному конфликту с Соединёнными Штатами, вопросов нет. Но, как показала практика, Российская Федерация не оказалась готовой к данным возможным сценариям. Хорошо, давайте поговорим тогда о потерях Российской Федерации. Недавно была интересная озвучена статистика. Энтони Блинкен, госсекретарь Соединённых Штатов Америки, ещё во время Мюнхельской конференции озвучил просто огромнейшую цифру 200 тысяч ранеными и погибшими российских солдат на территории Украины. Скажите, вот подобное заявление и подобная вообще риторика, она когда звучала в современном мире на Мюнхельской конференции по вопросам безопасности? И как вы думаете, влияют ли такие потери на пересознание миром вообще массовости этой войны? И вот каким идеям она её подталкивает? Ну, во-первых, данный посыл был озвучен Блинкеном, чтобы показать неспособность вооружённых сил Российской Федерации к выполнению непосредственных заданий. То есть данный был чёткий сигнал. Российская армия — это колоссно-глиняных ногах. Потери 200 тысяч — они колоссальны. Даже учитывая то, что Российская Федерация на данный момент задействовала ограниченное количество как военной техники, так и, соответственно, личного состава. Следует говорить о том, что фактически, скажем так, Запад перестал с опаской смотреть в сторону Российской Федерации. И заявления и Блинкина, и Сальвана, и других руководителей стран Запада чётко дали понять. Российская Федерация должна проиграть в данной войне. Что касается самого характера потерь, вы знаете, тут следует говорить о том, что, ну, по большому счёту, они даже уменьшены. Уменьшены в моменте, скажем так, учёта информации со стороны Генштаба Вооружённых сил Украины. Я напомню, по информации Генштаба Вооружённых сил Украины, потери страны-оккупанта — это порядка 144 тысяч. Поэтому следует всё-таки воспринимать как аксиому сообщения именно украинских спецслужб и, соответственно, Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Тем не менее, давайте говорить о том, что, несмотря на активизацию боевых действий непосредственно на линии фронта и введение в действие регулярных элитных частей Вооружённых сил Российской Федерации, потери страны-оккупанта только за последнюю неделю, по информации от западных разведок, выросли в 2-3 раза. Это свидетельствует о том, что даже кадровые части российской армии не боеспособны. Отсутствует чёткая централизация управлений и, соответственно, среднее и низшее звено командования. — Январь был рекордным месяцем по потерям для российской армии. Февраль, судя по всему, этот рекорд будет побит. — Будет побит. — Будет побит. Но вот говорим мы о 22 тысячи, например, за месяц. Но мы же чётко должны понимать, что эту цифру можно умножить на 3, скорее всего, да, чтобы понять реальное число тех, кто выбыл. 22 тысячи погибло, ещё какое-то количество получило, травмы находятся в госпиталях, кто-то с инвалидностью вернулся домой, то есть потери намного больше, под 60-70 тысяч, скорее всего, в месяц. А восполнять такие потери Россия в состоянии на сегодня? — Да, в состоянии. Давайте говорить о том, что подготовленный мобилизационный резерв у Российской Федерации полтора миллиона. Общий мобилизационный резерв порядка 10 миллионов. Но, возвращаясь к цифрам, я хотел бы напомнить ещё одну цифру, которую озвучили непосредственно представители Госдепа Соединённых Штатов. 30 тысяч ЧВК Вагнер. Цифра более чем уменьшена. Я хотел бы напомнить и аргументировать свои слова, собственно, цитатами самого Пригожина. Только за последние несколько дней количество погибших участников ЧВК Вагнер возросло вдвое. И это касается проблем с боеобеспечением ЧВК. То есть фактическим саботажем со стороны Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Вот вам и статистика. То есть сам представитель, руководитель ЧВК Вагнер, он фактически опровергает цифры, озвученные Госдепом Соединённых Штатов. Поэтому, ещё раз подчёркиваю, скорее всего, речь идёт о гораздо больших и значительных потерях. Я могу привести в подтверждение ещё цитату Гиркина, который чётко обозначил, что во время боёв за Угледар суточные потери оккупантов насчитывались сотнями. Причём речь шла о элитных подразделениях спецназа и, соответственно, морской пехоты. Дмитрий, давайте тогда обсудим ещё, что нам нужно для того, чтобы остановить страдания этого пушечного мяса и, собственно, освободить наши территории Украины заодно. Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине, сообщение за сегодня. Итак, согласно перечню, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Хайморс», артиллерийские снаряды калибра 155 мм и миномётные снаряды калибра 120 мм. Также в пакете четыре радиолокационные системы, дополнительные системы «Джевелин», подрывные снаряды. Кроме этого, противопехотные мины «Клеймор» и две тысячи противотанковых ракет, четыре боевые машины пехоты «Брэдли». Скажите, вот почему мы не видим или мы где-то пропустили эти дальнобойные ракеты для «Хайморс» «Джейм ЛРС»? Или вот как бы это в плане поставок, пока нам нужно вот это больше всего прямо сейчас на наших основных направлениях? И достаточно ли этого для уже начала контрнаступления, о котором все так много говорят? Почему? Согласно перечню, в пакет вошли именно снаряды к реактивной системе залпового огня «Хайморс». Это первая позиция. То есть речь идет именно о средствах поражения. И данный пакет, а пакет, причем я подчеркиваю, сумма порядка 500 миллионов долларов, он весьма своевременный. Данная, скажем так, военно-техническая помощь будет использована вооруженными силами Украины именно для утилизации российского контингента, как на территории Луганской, так и, соответственно, на Донецких областях. Дмитрий, я прошу прощения, я хочу переспросить, но дальнобойные ракеты «Джейм ЛРС» в нем уже могут быть? Которые стреляют на 150 километров, а не на 70-80. Или мы просто этого можем не знать? Вот как вы думаете? Я думаю, что, в принципе, все детали не оглашаются. И это правильно. В принципе, первые, кто должны узнать о наличии тех или иных видов вооружения, это непосредственно страна-оккупант. То есть, они должны прозитировать именно количеством потерь и возможностью применения тех или иных видов вооружения. Давайте говорить о том, что неподготовленное наступление россиян во многом связано с неправильной информационной политикой в моменте освещения военно-технической помощи со стороны стран НАТО. Речь шла о том, что в прямом эфире называлось и количество вооружений, тактико-технические характеристики, и, соответственно, сроки подготовки. Ну, надо быть, знаете, не особо провидцем, чтобы понять, что Российская Федерация не даст вооруженным силам Украины два месяца на то, чтобы использовать данный пакет военно-технической помощи в моменте контрнаступления. Причем даже указывались направления, возможно, в контрнаступление вооруженных сил Украины. И, как следствие, неподготовленное наступление Российской Федерации, которая носила исключительно превентивный характер. Сорвать возможные сценарии контрнаступления вооруженных сил Украины. Поэтому я бы, ну, скажем так, постерегся давать в прямом эфире и, соответственно, наименование вооружений, передаваемых странами НАТО, ну и тактико-технические характеристики, главное, сроки поставок в Украину. Дмитрий, вот вы сказали, не все называется, а мне вспомнилась информация, которая прошла несколько дней назад, о том, что Франция тайно передавала противотанковые ракетные комплексы. Как вы считаете, как много сейчас на вооружении украинской армии того оружия, которое передают нам тайно? Достаточно. Достаточно. Давайте говорить, да, что порядка 30% вооружений засовывают, а уже соответствуют стандартам НАТО. Это очень, скажем так, осторожные цифры. Причем речь идет о передаче высокотехнологических видов вооружения. Если на первых этапах это были, соответственно, вооружения советского образца, которое передавалось с баз хранения стран бывшего Варшавского договора, то теперь речь идет именно исключительно о высокотехнологических вооружениях. Дмитрий, да. Да, то есть создаются условия для фактической инфильтрации вооруженных сил Украины в блок НАТО. Пока будет решаться политическая составляющая, фактически вооруженные силы перейдут в своей практической части непосредственно на стандарты НАТО. Для того, чтобы воспользоваться по полной вооружением стандартов НАТО, нам нужно научиться координировать работу абсолютно разных групп, бригад, авиации, с артиллерией и так далее. То есть должна быть синхронизация работы нового вооружения, которое создается по стандартам НАТО. Мы слышим, что у нас учатся пилоты, у нас учатся применять разные виды вооружения. А готовятся ли у нас специалисты по координации этого всего в единый мощный кулак? Конечно. В первую очередь. Если мы говорим о переходах на стандарты НАТО, то это, соответственно, в первую очередь и планирование, и непосредственно осуществление как операций, так и, соответственно, координации всех подразделений вооруженных сил Украины. Следует говорить о том, что мы фактически, даже проведение контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской области научно подтвердил тот факт, что Генштаб вооруженных сил Украины полностью отказался от советской тактики планирования наступательных операций. В данный момент мы можем говорить о планировании так называемых каскадных характеров наступательных операций. То есть то, что даже сейчас происходит на территории Запорожских и Херсонских областей, речь идет о как бы оккупированных районах, свидетельствует об определенном характере подготовительных действий вооруженных сил Украины. Дмитрий, сегодня, к сожалению, был очередной день воздушной тревоги в Украине из-за того, что российские МИГи на территории Беларуси поднялись в небо. Я хочу вас спросить о том, когда мы все-таки получим долгожданные системы Патриот и Сэмп-Ти, которые могут сбивать, я так понимаю, баллистические ракеты, потому что, как даже сказали представители воздушных сил Украины, что пока что у нас нету таких систем, которые могут сбить тот же кинжал. А именно вот эти самолеты МИГи как раз кинжалы могут и запускать. Нам очень хочется узнать, когда же все-таки придут эти системы ПВО и почему до сих пор их нет. Речь идет об обучении экипажа. Обучение экипажа системы ПВО занимает до полгода. Но учитывая тот факт, что, в принципе, украинские специалисты смогли овладеть системами ПВО НАСАМ за практически два месяца, то можем говорить, что, скорее всего, данный срок будет сокращен. Называть точное время я не буду. Я не буду ворожить, но я хотел бы сказать, что обучение проходит в нескольких странах, как Европы, так и, соответственно, Соединенных Штатов. Тогда спрошу, а сколько у России, простите, что перевивая, осталось кинжалов? И сколько у них есть баллистических ракет, которые действительно мы не в силах на данный момент сбивать, и это как бы признает официальные структуры? Давайте говорить о том, что, ну, скажем так, одновременный пуск баллистических ракет может составлять до 60 единиц. А количество, ну, есть вопрос возобновляемости производства. Об этом порядка 40 ракет в месяц. Поэтому, ну, довольно сложно говорить о запасах баллистических ракет непосредственно Российской Федерации. Единственный позитивный момент, если Российская Федерация до войны могла воспроизводить порядка 180-200 ракет, то, соответственно, после начала войны с введением жесткого характера экономические санкции, производство баллистических ракет упало до 40. Это позитив. Ну, почему о ракетах спрашиваем? Потому что прекрасно понимаем, знаем зацикленность нашего врага на сакральных датах, которые вот и наступают, да? Ну, и прекрасно понимаем, что такой исторический визит Джо Байдена в Киев, они тоже нам не простят и отомстить захотят. И ПСО запускается из Российской Федерации несколько. О том, что к годовщине начала полномасштабного наступления будет массированный ракетный обстрел, это первое. Второе, огромный авиационный налет. Третье, ну, по-моему, третье уже о большом наступлении, которого не видели, но мы эту мясорубку, по-моему, уже наблюдаем. Как вы считаете, в состоянии, на что способен сейчас враг? Что, исходя из его резервов, он может устроить? Давайте я еще, пользуясь эфиром, я опровергну еще одну ЭПСО, которая, к сожалению, идет именно из западных СМИ. Белый дом советует Украине немедленно с контрнаступлением. Сообщает политика со ссылкой на неназванные источники. То есть, речь фактически идет о том, что преуменьшается субъектно земштаба вооруженных сил Украины и подчеркивается, якобы, ну, с зависимостью военного политического руководства страны от принятия решений в Белодоме. Ну, я хотел бы, в принципе, издание «Политика» напомнить знаменитое интервью заложенному за экономист, где было четко заявлено, вооруженным силам есть чем атаковать, дайте, кем атаковать, дайте, чем атаковать. Именно после этого начались рамштайны, на которых были приняты беспрецедентные решения о предоставлении Украине именно наступательных видов вооружения. Поэтому говорить о том, что Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением, решение будет принимать непосредственно Генштаб вооруженных сил Украины. Это, во-первых. Второе, это не первая попытка продавливания подобных на ракео. Я напомню, в свое время «Вашингтон-Пост» вышел с аналогичной статьей, где заявлялось, что украинской стороне следует вывести войска из Бахмута и сосредоточиться на деоккупации других территорий. По всей видимости, речь шла о Запорожье и Херсонской области. И очень примечательно, что в этот же день выходит заявление Мили, которое фактически опровергает данные тезисы, говоря о том, что вооруженные силы Украины не будут выводить свои подразделения из Бахмута. Задача вооруженных сил – нанесение максимального урона в живой силе и технике противнику. Речь идет, я еще раз подчеркиваю, о западных СМИ, которые пытаются составить повестку дня. Я подчеркиваю, субъектность принятия решений Генштаба вооруженных сил вне сомнений. Слово последнее о моменте планирования операций и характера деоккупации территорий будет принимать президент Украины и, соответственно, главнокомандующий вооруженными силами Украины. И не читайте на ночь некоторые американские и европейские газеты. Спасибо. Владимир Зеленский недавно сказал в одном из своих видеообращений, не помню, это, кажется, на Мюнхенской конференции было или нет, мы будем в любом случае освобождать свои территории с вашей помощью или без. Это было четко сказано и однозначно. Дмитрий Снегирев, вам спасибо, военно-политический эксперт был в эфире канала Freedom.